Так называемая шапка Мономаха, это чья угодно шапка. Это что угодно за шапка, только не шапка Мономаха. Потому что и между византийским императором с именем Мономах, и между киевским князем с именем Мономах прошли, соответственно, годы, и как бы не могло между ними осуществиться некое такое действие, как получение даров, которое описано в московской литературе. В общем-то, да, между Владимиром Мономахом и Византией были некоторые нюансы. И да, вполне возможно, что реальную какую-то византийскую корону он получил. Вот только не от Константина Мономаха, а уже от другого византийского императора. Потому что только потому, что он происходил через свою мать от византийской династии. Вот так он был связан с, в общем-то, Константином Мономахом. Теоретически можно было бы даже предположить, что, в общем-то, сама мать Владимира Мономаха из Византии взяла некую византийскую корону. Ну, так это и так бывало. В общем-то, и византийская принцесса, ставшая женой Владимира Крестителя, взяла с собой корону. И больше того, даже Владимир в честь крещения, в честь брака с византийской принцессой и в честь союза с Византией тогда официально вполне себе получил от византийского императора корону, которая являлась упрощенной версией. Для посторонних особо это даже не было особо, как бы, понятно. Но если разбираться, то да, там станет понятно, что корона Владимира была чуть-чуть, буквально на несколько, на несколько малюсеньких параметров менее величественна, чем короны самих, в общем-то, византийских императоров. То есть, да, такое бывало, что от византийских императоров наши князья получали короны в знак признания, в общем-то, христианской принадлежности, в знак того, что в Византии, в общем-то, правит тот, кто типа более богопомазанный, а наш чуть-чуть второстепенный по отношению к византийскому, ну, в общем-то, равный, но поскольку в Византии христианство раньше, то наш чуть-чуть признает некое превосходство византийского императора над собой. Кстати, это превосходство не нужно переоценивать. Наши князья даже после крещения, когда состоялось, а спустя это и у Ярослава будут некоторые столкновения с Византией, и у более поздних князей также. То есть, наши князья никакого благоговения перед византийскими императорами отнюдь не испытывали. И, тем не менее, как бы некое что-то, что сам Владимир Всеволодович Мономах мог получить от византийского императора вполне себе реально. С другой стороны, у Владимира Всеволодовича Мономаха была совершенно другая корона, которая была как раз сдвоенной короной, которая по принципу, в общем-то, других именно европейских корон, когда правителю, который властвовал над многими какими-то покоренными структурами, нужно было показать, что он правитель и этого, и того, и другого, и третьего. Я сейчас очень образно, очень поверхностно, однако, так или иначе, это было и у пап римских, и у турецких императоров, и у некоторых других. И у Владимира Всеволодовича, в общем-то, была корона, которая символизировала, что он является правителем двух половин Руси, после того, как Русь на некоторое время была разделена между Ярославом Мудрым и Мстиславом Великим, каждый из которых на своих атрибутах обозначал себя как, в общем-то, император, с императорской короной византийского типа и со всей прочей атрибутикой. Но это уже другая история. То есть, получается, что, по идее-то, Владимиру Всеволодовичу Мономаху византийская корона и даже и не была нужна. Если в дань некой традиции он мог и надевать ту корону, то только до тех пор, пока не был великим князем киевским, а когда он уже стал великим князем всей Руси, то, в общем-то, у него корона уже была вот такая вот сдвоенная. И эта сдвоенная корона не имеет никакого отношения к шапке Мономаха, так называемой шапке Мономаха. Ложью, в первую очередь, является то, что данная золотоордынская тюбетейка вообще называется шапкой Мономаха. Ложь эта проворачивалась московитами еще и в том, что даже на своих рисунках они ее изображали чуть более похожей на корону, хотя все равно видно, что это далеко не корона. Дальше, когда уже Ивану Грозному удалось подчинить соседние страны, которые до тех пор были такими же улусами Золотой Орды, как и Московия, последующие вот эти шапки московиты уже делали зубцами, то есть более похожими на короны. То есть, а вот это не пойми что, это что угодно, только не корона, только не византийская что-нибудь, не то, что не корона византийских императоров, а даже, не знаю, не какая-нибудь шапка византийских императоров. В такой шапке византийский император не сходил бы даже в туалет, поскольку византийцы были весьма традиционалистским обществом, и для них было важно соблюдать традиции, которые устоялись в христианстве. Можно вспомнить текст Прокопия Кесарийского, где он упоминает некого сенатора Прокла, который говорил о том, что он не привык прикладывать руку к каким-либо новшествам, поскольку считает любое новшество опасностью и угрозой. Вот в тех словах, зафиксированных Прокопием Кесарийским, весь дух византийской культуры – это традиционализм. И свои короны они модифицировали постепенно, буквально с такой небольшим каким-то дополнением за поколение, за несколько поколений. Поэтому, конечно, со временем, со временем византийские короны от вот такого состояния, византийские короны дойдут до такого состояния, и как, так сказать, уже апофеоз, дойдут даже до такого состояния, от чего и произойдут убранства, головные уборы современных христианских иерархов. Тут, если вы посмотрите на последних византийских императоров, ну, точнее, на последнего византийского императора и его семью, то они по своему облачению больше похожи на современных христианских священников, чем на каких-либо классических древнеримских или даже ранне византийских императоров. Поэтому по вот этим всем параметрам все очень хорошо проверяется, по сопоставительному анализу того, какие короны использовались в Руси, какие короны использовались в Византии, то есть то, что так называемая шапка Мономаха не имеет никакого отношения к Руси, это очевидно. Московиты, московитские ученые знают, что этот фейк является фейком. Больше того, московитские ученые сами хорошо признают, что, вероятнее всего, данная шапка является шапкой золотордынской ханки Кончаки. Ну и вполне себе вероятно, что так и есть. Если сопоставить данную шапку с некоторыми видами парадных монгольских женских шапок, в общем-то, оно сопоставимо. Так что и здесь как бы соответствует. Больше того, известно то, что существует московитский текст, который называется «Духовная грамота Иоанна Даниловича Калиты». И в этом тексте впервые упомянута некая шапка золотая. Поэтому, по сути дела, именно с Калиты и нужно полагать и нужно полагать начало передачи данной шапки по роду московитских правителей. А потому, что московитские правители даже как династия до Ивана Грозного называли себя Калитичами, а никак не Рюриковичами, то, что они Рюриковичи, им придумает Елена Глинская, но даст разрабатывать эту тему всю московский тогдашний правитель именно человеку, которого будут звать Спиридон Сява Сатана. О данном опальном псевдометрополите или антиметрополите, если так его назвать по аналогии с антипапами. В истории Западной Церкви была такая тема, когда некоторые правители создавали альтернативных пап, то есть пап узурпаторов. Таких деятелей в истории называли антипапами. По аналогии с ними предлагаю назвать Спиридона Сяву Сатану, так называемого антиметрополитом Киевской Руси. Так вот, известно, что именно этот человек является автором и идеей того, что Иван Грозный является потомком Рюриковичей. Хорошо известно, как Иван Грозный активно экспериментировал с тем, что же ему себе на бестолковку напялить. То ли такую квазивизантийскую диадему, то ли такую вот какую-то черт пойми какую шапку, то ли вот это не пойми что. То есть он экспериментировал, это понятно. На других изображениях он вообще совершенно в другой шапке изображен, когда ему подносят, в общем-то, в общем-то, корону, одну из золотоордынских корон. Кстати, считается, что вот эти короны делались, вот эти короны шапки делались для него в знак завоевания им дополнительных территорий. А что, если они не делались? А что, если это и были? В общем-то, какие-то знатные регалии былых правителей тех, соответственно, покоренных им стран. Вполне возможно. Вполне возможно. Ну, или, по крайней мере, шапки их жен какие-нибудь. И тогда можно будет проследить, что, да, в золотой орде, больше того, если сопоставлять вообще данные шапки с европейской традицией, то вот эту беззубую шапку следует считать все-таки женской или детской, в то время, как те, которые имеют зубцы, вероятнее всего, все-таки мужские, или, как минимум, тех цариц, которые были регеншами или, в общем-то, полноценными соправителями своих мужей. Может быть, и такая история у этих шапок. То есть, так или иначе, если у других европейских правителей были установлены типы корон, и хоть на протяжении столетий, там, как видим, даже на примере византийских корон, византийско-руських корон, потому что в Руси была прямая синхронность с Византией в те времена, в плане корон великих князей в Руси или императоров в Византии. Но, соответственно, если там изменения в этих коронах осуществлялись на протяжении столетий, то у него, видим, что вообще нет никакого устоявшегося представления о короне, и ему делают то такую шапку, то такую, то другую. Отчасти это даже хорошо синхронизируется с психологией Ивана Грозного, который то столицу менял, то, в общем-то, отказывался типа от царства, то обратно становился на царство. Если бы он жил, наверное, в 20-21 веке, то, наверное, подобно братьям-сёстрам Вачовских он, может быть, даже и пол поменял бы, почему бы нет. Но, так или иначе, персонаж был весьма странный и весьма эксцентричный. Так или иначе, известно, что ему бредню про шапку Мономаха придумал антиметрополит Спиридон Сява Сатана. И, в общем-то, этот же человек или был автором, или был редактором тех легенд, которые вошли в московитскую историю как сказания о Владимирских князьях. Это те тексты, которые возводили Ивана Грозного к Рюриковичам, а через Рюриковичей к римским императорам. В чем и правда какая-то была, поскольку Рюриковичи как минимум даже через Всеволода, через Владимира, через других имели браки с Византией. Больше того, и ранние там связи всякие интересные. Можно так или иначе как минимум исследовать. Однако то другая история. И вот такую прямую преемственность Ивана Грозного от Рюрика, а Рюрика от Октавиана Августа, такая преемственность является ложью, бредом и выдумкой. И известен автор, митрополит, антимитрополит, Спиридон, сява, сатана. Да, как бы начальную идею сформировала Елена Глинская. Но дальше уже именно Спиридон сява сатана придал этой идее форму, окончательный вид и написал кучу текстов на эту тему. И вот московиты, зная, что уже их ученые доказали то, что данная шапка не имеет да, это как раз это как раз то самое. Ладно, так или иначе, сами же исследователи московитов, исследуя псевдо-шапку Мономаха, качественно и давным-давно доказали, что она является подделкой. А это значит, что и московиты сами понимают, что они за одну из важнейших инсигний своей государственности выдают подделку. Известно, что по своей стилистике данная подделка восходит или к в общем-то наследию волжских булгар, Казани, ну или к наследию Астрахани. Поскольку в Золотой Орде и Астраханские, и Казанские мастера, и также мастера из арабских стран Китая и Индии вполне себе сотрудничали вместе служа ханом и ханком, то неудивительно, что там все это совмещено. И известны даже аналогичные шапки. Во всех случаях это женские элитные шапки. Тоже весьма дорого украшены, тоже весьма качественной ювелирной работы. И как бы это то, что сами московиты не просто знают, не просто признают, они это исследуют. Они знают, что их на главной инсигнии их государственности является подделкой. И они продолжают считать шапку Мономаха одной из главных инсигний своей государственности. Они продолжают считать шапку Мономаха одной из своих святынь. Они знают, что это ложь, и продолжают даже тяжело такое произнести, что они считают ложь правдой. Нет, наверное, все-таки даже и они понимают, что ложь это ложь. Просто они в наглую выдают ложь за правду в надежде на что? В надежде на то, что если долго ложь выдавать за правду, то она таковой станет. В надежде на то, что все им поверят. Но кто им поверит, если они сами как бы их ученые знают, что это ложь, куда уж дальше? Нет никакого способа даже как-то возвести данную шапку к византийской работе. Ну, то есть никак нет, 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 еще раз нет. И ровно так же само возведение Московии к Руси, поскольку и возведение шапки Кончаки к Мономаху, и возведение Ивана Грозного к Рюриковичам, а как следствие к Коктавиану Августу, и возведение Московии к Руси, все это идеологемы, созданные в одно и то же время. Все это было придумано Еленой Глинской. Именно под эту тему был назван Иван будущий Грозный. Именно под эту тему, в общем-то, видимо, его так форматировали, что он даже с ума сошел. Может от этого, может от других нюансов, не знаю. Но так или иначе. А разрабатывал эту тему, описывал, уже доводил до ума Спиридон, Сява, Сатана. Человек с таким прозвищем создавал им идеологему. Но больше того, поскольку все это одного поля ягоды, поскольку все это приблизительно в одно и то же время придумано, и из-под одного сатанинского пера произошло, то это является лучшей иллюстрацией лживости и одного, и другого, и третьего утверждения. Относительно того, чтобы доказать, что московские Калитичи не происходят от Рюриковичей, тут придется еще потрудиться и без возможности сделать какой-нибудь генетический анализ, доказать это будет весьма и весьма тяжело. Доказать, что Московия не происходит от Руси, хотя Московия в общем-то была базово и цивилизована Русью, поэтому в каком-то степени цивилизация Московии, то есть элементы цивилизации, внесенные в Залесие, это то, что происходит от Руси. Но вот с другой стороны Московия не является даже законной дочерью Руси, если так это сформулировать, и больше того уж точно Московия не является преемницей Руси. Московия является неудачной попыткой цивилизовать, Московия является провалившейся колонизацией, когда Русь попыталась колонизовать те земли, но вследствие внутренних усобиц и прихода татаро-монгол, Русь не справилась, и Московия далее уже развивалась под в общем-то под волей, под присмотром и под влиянием как раз Золотой Орды. И поскольку эти концепции одного поля, поскольку они в общем-то вместе были созданы, вместе их нужно и рассматривать. Поскольку сии ложные концепции созданы вместе, и опровергать их нужно вместе. Но приведу еще одну иллюстрацию, которая доказывает то, что Московия является раковой опухолью на теле Восточной Европы. То, что Московия не имеет культурного наследия от Руси. Это также будет весьма яркая иллюстрация. Приведу в пример так называемые Иерихонские шапки московских царей. Это российская Википедия, но кроме того, вы можете не верить в Википедию, я не против. Есть соответствующие труды российских исследователей, которые описывали разные регалии, разные атрибуты собственно московских правителей. Есть соответственно и реально древнерусские шлемы, происходящие от Киевской Руси, то есть от реальной Руси. У них сверху христианская как правило символика. Иногда где-нибудь попадается и ведическая символика. Есть то, что московитам делали европейцы и там другие страны. Все это тоже можно исследовать, но так или иначе. Московиты сами исследовали свои Иерихонские шапки, московиты их описывали и то, как бы, что на них найдена арабская вязь, это то, что не подлежит никакому сомнению. Начинаем сначала. Большая иерихонская шапка Александра Невского. Помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим. Что тут еще сказать, я не знаю. Шлем шапка Иерихонская Алексея Михайловича. Аллах, нет божества кроме него, вечно живого, вечно сущего, нет власти над ним, ни дремота, ни сон. А, точнее, не власти над ним, ни дремота, ни сон. Я тут смотрю в разные стороны, поэтому глаз разбегается, потому что хочу поскорее проанализировать вам это все дело, зачитать. В общем, в общем, что тут важно? Тут важно вот это. Понимаете, то, что там написано, читаю я или не я, или как бы оно написано, не написано, можно сказать, что это ложь, это в Википедии написали, вот ее, кто хочешь, редактирует, видите ли, взяли и написали. А вот это метали, исполненная, вот эта надпись, которую человек, хорошо знающий арабские письменности язык может прочесть. Что тут еще сказать? Другие есть. Вообще, это явно тоже восточная работа. Даже если тут и нет арабской вязи, все равно работа явно восточная, это не подлежит сомнению. Вот тут, кстати, вроде как христианская символика, но я смотрю на это дело и вижу, что здесь христианская символика выглядит явно инородным телом, чем основная шапка. Дракошики вот эти всякие. Так, боюсь, здесь много, но пусть будет. тут арабского текста не приводится. Ну, не приводится так и ладно. А что тут у нас интересное? А тут что-то есть. И тут, видимо, что-то есть. И арабский язык, и письменность не знаю, но видны арабские буквы, так или иначе. и видно, что они есть и здесь в этой вязи, и там везде. Сейчас посмотрю, есть ли это в описании, если нету, ну, значит, нету. Ну, такое. Тут не видно переведенного текста. Дело в том, что я знал раньше, что эти шапки есть, но я не осматривал еще эту статью, поэтому, поэтому, так сказать, извиняюсь, что несколько так наскоком. Но как есть, потому что это факты, это факты, которые хранятся у них в музее. Вот, пожалуйста, вот все эти тексты. Это не буква М и не буква Ш. Это арабские буквы. И вот здесь арабские тоже буквы. Какие, я не знаю. то есть, так или иначе, нужно констатировать факт, что Московия настолько глубоко прогнулась под Золотую Орду, что вот эти ханы местные, баскаки или темники некоторые из них были. Черт знает, кто они в Золотой Орде были, они же все исказили, как могли. Так или иначе, вот эти ребята московские, они настолько прогнулись под Золотую Орду, что несмотря на то, что ранее у них доминировала склейка русинского и нестарианского христианства, но в какой-то момент они просто у себя на лбу носили арабские надписи. Это в те-то времена, когда столица христианства Византия гибнет от арабов и от турок, принявших ислам. То есть можете себе представить любого верующего человека, который будет носить на лбу надпись 666 сатана, дьявол, антихрист и все в таком духе. Для тогдашних верующих христиан восточного толка арабские надписи были таким же, потому что арабы это были те, кто убивали в общем-то столицу христианства Византию. Вот московиты пожалуйста сами крупным планом выкладывают эту надпись. То есть это есть. Это не мне почудилось, знаете ли. Это в прорезях у них даже есть. Ну здесь прорезь небольшого расширения, но так или иначе. Что еще, как говорится, нужно шапка Мономаха, не Мономаха. Московиты хоть где-нибудь изображали у себя и ангелов и всякое разное, но потом им и понадобилась Никоновская реформа, в общем-то, чтобы привести свое псевдо-христианство хоть к какому-то подобию реального христианства. так как до тех пор это была весьма гремучая смесь чего угодно. Чего угодно из ислама, из нестарианства, из каких-то христианских ересей, но никак не из классического христианства. вот пожалуйста, тут сами московиты прорисовывают вот эти все моменты, подписывают их, переводят, помощь от Бога, победа близка, все дела. То есть, как бы, они это видят, это не так, что типа никто не видит, как мне некоторые пишут, когда я поднимаю какую-то тему, которая в общем-то есть, но которую, чтобы изучить, нужно подумать, что-то почитать. Они мне пишут, а что ты такой умный, почему никто об этом не говорит, а ты говоришь? Так как бы, как никто не говорит, когда московиты это все сами прорисовали, сами подписали, мне остается просто зайти в московитскую Википедию, показать любому желающему, кто может видеть, что у них на их гербе пусть это и не совсем современный герб, но так или иначе, у них такой проект герба разрабатывался и в общем-то какое-то время даже был, так вот, у них и не отображается и туда ему дорога, так или иначе, у них на этом вихнам чудовище, вот этот шлем, вот эта шапка с арабской вязью, настолько все плохо, так что удивляться, что кадыров у них чувствует себя как бог в их стране, если у них на гербе арабская вязь, кстати, даже тут, если хорошо присмотреться к данным иерихонским шапкам, в стиле их оформления можно заметить много тех элементов и по работе с камнями и по вот этой всей мелочи можно заметить много тех элементов и подходов, которые они же реализованы в общем-то в так называемой шапке Мономаха. Хотя вот тут тот, кто создавал вот эти вот штуки, он по крайней мере имел представление о том, как выглядят короны нормального человека. Это как есть, знаете, картинки корона курильщика и корона нормального человека. Вот так ладно, ну относительно плюс-минус так выглядели тогдашние европейские и, видимо, даже золотоордынские короны. Но у московитов все же не как у людей, им же закон не писан. Еще я не исключаю такой вариант, что как вот эту штуку, так и, допустим, изображение вот этих корон, в общем-то, на данный шлем нанесли уже намного позже. Не знаю, при Екатерине, при Петре, не знаю, может быть, даже при Иване Грозном. Но намного позже, хоть отличить по стилю, допустим, вот это от этого весьма сложно, но подражали стилю, что я могу сказать. Дело в том, что короны эти слишком правильные и слишком такие стилизованные, которые как в Москву попали, такие вообще начертательные формы не совсем понятно. Ну, ладно. так, что тут будет? Ну, вот тут орнамент, в общем-то, тоже восточный. что вам сказать, что вам сказать? Тут арабская вязь вообще в наглую. Вот, вот, московиты сами все прорисовывают. Как бы, какой я после этого разоблачитель, разоблачатель и все остальное, если московиты все сами прорисовали? Мне не нужно ничего не прорисовывать, не пытаться доказать, что на этих шапках есть арабская вязь. Мне просто нужно взять это и показать, потому что это факт. И я уверен, что даже при том, что все это давно известно, найдутся те, кто будут оправдываться, кто скажут, ну, типа, вязь была, ну, типа, как бы, она там попала случайно, ее бандеровцы занесли, или еще что-нибудь в таком же нелепом духе, или будут говорить, ну, а что, мы дружили с Востоком? Ну, так вы могли дружить, но какие же вы к черту православные, как вы себя называете, если у ваших царей на лбу написано «Слава Аллаху!» Вы уже решите, или вы «Слава Аллаху», или вы, так сказать, «Слава Христу!» В христианстве, в то время, когда москвиты бегали по своему царству с надписями «Слава Аллаху!» на лбу, в Европе происходили войны, буквально зато так ли стоит понимать некоторые аспекты христианской догмы, или не так. Те же самые крестовые походы и другие нюансы, когда европейцы шли воевать с арабами, и арабы нападали на европейцев, и что-то здесь говорить в стиле того, что ну да, европейцы дураки, а вот московиты нашли гармонию между религиями не стоит. Московиты сами геноцидили друг друга, даже если не по поводу религии, то по поводу и без повода геноцидили друг друга. Просто. геноцидили друг друга. Вот, кстати, это более поздние уже короны, когда они себя провозгласили империей. Это некая младшая версия шапки Мономаха, которая была сделана, когда совместно на царство возводили и Петра, и его брата. А вот эти штуки, это то ли реальные короны, которым тоже доделали крест и преобразовали их под подобие шапки Мономаха, то ли черт пойми что на самом деле. Но вполне возможно, что какие-то из этих, так сказать, шапок в реальности были коронами например Астраханского или Казанского царства. Вот тут все вот эти восточные лотосы, прочее, еще звезды есть шестиконечные. Вот, кстати, антисемиты, рассказывающие про то, что тризуб якобы похож на некоторую хазарскую тамгу, при том, что вы не тамг нормально не видели, не понимаете даже, что это такое. Так у вас на шапке Мономаха вашей так называемой, хоть она и не ваша, и не Мономаха, ну так или иначе, вот на ней вообще шестиконечные звезды. Живите теперь с этим московиты, антисемиты. так называемая Казанская шапка. Возможно, реальная модифицированная корона былого властителя Казани. А вот это уже некий гибрид. еще какая-то хрень, выглядящая как подражание. Ну и видно, что они также пытались себе сделать даже какую-то подобию тройственной короны. И вот с такими штуками экспериментировали. Это не их короны, это короны Австрийской империи. короче, что сказать. Подделка на подделке. И вот эта подделка, потому что это стилизированная, так сказать, под Византию, та версия птицы, которую они взяли из Золотой Орды, и при том, что они типа приделали себе золотордынскую символику, которая кому-то казалась похожей на Византийскую. Они решили, что это дает им какую-то преемственность от Византии. На Руси, в Чернигове, в Перемышле и двуглавые орлы свои были, и что хочешь было. И с Византией, и у нас два беглых византийских императора по Западной Украине в свое время бегали и прятались от своих конкурентов. Так что кто бы уж так сказать что говорил о какой-либо преемственности от Византии или связях с Византией. С Византийской. Продолжение следует... ... Продолжение следует...